Здравствуйте! Это предпоследний уровень сервиса М2. Мы очень-очень близко к финалу. И тут щеголяет спаунер, которого мы будем видеть достаточно часто на этом уровне. Но, это не важно. Важно только то, что это очередной прекрасный городской уровень. Ночной на этот раз. И нас уже встречают, как видите. Так, это бык. Простите, носорог. Мы их встречаем вот этой вот штукой. Которая очень удобно здесь стоит. Носорогов здесь немного, и мы их всех убьем вот таким образом. Просто потому что... По-моему, это последний. Да, думаю, последний. Еще вот эту турельку нужно уничтожить. И... Мы можем двигаться дальше. Отберем столь необходимое вооружение и боеприпасы. Они нам понадобятся. Рюкзак мы возьмем чуть позже. Попробуем подобрать мини-гам. И здесь начинается настоящий экшен и не прекращается до конца уровня. Поэтому откиньтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь, я думаю. Это нам пока не нужно. Ну и в принципе на этом уровне не то чтобы нужна сильно серьезная бум. Поэтому переживем без нее. для спаунеров мы будем использовать попугаев, потому что они мощные, а спаунеры здесь довольно прочные. Прямо очень прочные. конкретно в этом месте. У сервисом 2, я не знаю, особенность такая. В некоторых местах монстров делать более прочными, чем... чем они есть на самом деле. Это позволяет в некоторых ситуациях создать вот такое вот я думаю знаковое появление какого-нибудь монстра. Типа вот первый раз встречаете, он такой сильный-сильный. Мы его побеждаем, потом он уже как-то более чаще встречается и не такое уже и сложно. Я понимаю вот такое впечатление они хотели создать. Это иногда работает. Здесь же спаунеры сделаны вот такими прочными просто потому что может они хотели, чтобы мы использовали пушку, которая у нас сзади находится за спиной, но мы и без нее справимся. Вы посмотрите, какой он да-да. Они всерьез хотели, чтобы мы воспользовались той пушкой, той турелькой. так, отлично. Попугай улетел не туда. С ним такое бывает. Вы просто посмотрите на эту губку для ракет. кошмар. Ну, я представляю, вот здесь вот на этой арене они могут прям сильно задушить, если использовать пушку. Я никогда ее особо-то и не использовал для этого момента. тем не менее. Нужно будет как-нибудь поэкспериментировать. Ну и сегодня. я забыл про эту турель. Я не знаю, сейчас бонус мы, наверное, оставим. Добрый ты уже. Да, оставим, наверное. тем не менее, вот этот бонус мы возьмем. Он здесь очень сильно пригодится. Вы увидите, почему. Так. Да. Берем и побежали. Здесь будет очень много турелей и вертолета. И крайне желательно, чтобы здесь был серьезный урон. Ну, а также вот этот паучишка. Ну, и спаунеры, разумеется. В общем, тут много всякой гадости, для которой вы хотите побольше огневой мощи. нам дают немножко передохнуть после этого. В этих штуках, как правило, скрываются какие-нибудь бонусы. Так что, если нужно, не забывайте их. Иногда это такие вот пилюльки. А иногда и что-нибудь повесомее. А да, здесь будут клоуны. Много-много клоунов. Кажется, один заспоунился у меня сзади. Бывает. Для них прекрасно подходит плазменная пушка, потому что клоуны достаточно прочные, а плазма наносит хороший урон. Класс! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И она нам очень вовремя дают, кстати. Ну и вот, что я говорил о некоторых бонусах, которые скрывают эти... ...взрушаемые... ...контейнеры, я не знаю. Вот там внизу спаунеры, которые умирают от одного попугая. Потому что у них заниженное количество здоровья. Иногда и такое происходит. Вот здесь достаточно такая... ...не то чтобы сложная, но... ...с подвохом. Арена или мост. Там вот куча ребят, как вы видите. А наверху турели ракетные. И я тут люблю делать примерно вот так. Уничтожать их как можно быстрее с помощью плазмы. И снайперке нету времени их выцеливать. Или если только очень аккуратненько из-за угла. Но вот эти вот ребята внизу не дают этого сделать. Они постоянно наступают. Давайте не будем стоять вплотную к стене. А то ракеты танка имеют... ...такое свойство, как урон по области. И это не очень приятно. И да, над нами турель, кстати. Еще одна. Давайте позаботимся о ней пока тихо. То есть как вариант, можно их аккуратненько так расстрелять. И потом заняться турелями, но... ...не знаю, это наверное скучно. Так. Попугай сюда. Попугай сюда. Так, еще один. Пока посмотрим на город. Подождем еще одного спауна. Возможно, они больше не появятся. Потому что они задерживаются, но тем не менее. Это очень красивое место. Такой... ...старый киберпанк стилистики. Очень круто. Я не уверен, что это прям киберпанк, но... ...тем не менее, вы понимаете смысл. Ну, вроде никого нет. Что не бывает, иногда прям тут появляются перед тобой и... ...и как бы здравствуйте. Так. Вот здесь турелька нас встречает. Поэтому давайте встретим ее в ответ. Вот там тоже. Вот там танк. Да. Это очень неприятная встреча, когда вот... ...выходишь из этого... ...подземелья, и... ...тебя сразу влетит ракета. Эти ребята тоже... ...отлетают с помощью попугаев. Ничего сложного. Там паучишка. Пока собьем вот эту турель, пока он собирается. И... ...скормим его несколько попугаев. Со взрывной начинкой. О, лишний попугай. Я нашел себе цель. Прекрасно. Обожаю это оружие. Даже если ты выпустил одного лишнего, ничего страшного, он найдет куда взорваться. И зачастую даже с пользой. Ау. Как более удобно уничтожать этого, они ездят влево-вправо. И... ...взрывным оружием их не так просто достать. А, вот ты! Так, тут... Понятно. Ага, не простреливается. Окей. Так, я хочу этот щиточек. Не знаю зачем, но... ...я его возьму. Давайте что-ли используем гранатомет по назначению. Тихий. Так, здесь... Ау. Здесь арена с... ...скелетами и... ...клоунами. В общем, да, тут тоже весело. Когда клоуны появятся, мы переключимся на плазму. И... ...тут... ...вещи могут пойти не так. Очень быстро. Вас могут очень быстро зажать. Поэтому нужно правильно отстреливаться. Позиционирование и приоритизация целей здесь играют роль. И... ...нарушают порядок как раз таки, вон, турельки, которые появляются здесь. Их немного всего, две, по-моему, но... ...они заставляют переключить внимание. Это довольно интересный бой за счет этого. Даже учитывая, что мы просто там одно оружие используем, но... ...важно направлять его в правильное русло. А, нет, турельки три здесь. Да. Еще третья должна в углу появиться в правом. Скелеты меня окружают не очень хорошо. Наверное, когда третья турелька появится, я ее... ...не буду сбивать, а... ...позволю пострелять немного. Потому что их снаряды так же убивают и монстр. Ау. Что я говорил о том, что... ...может, могут вещи пойти немножко не так, как... ...хочется. Так, не в меня стреляй. Так, вот она выстреливает. Немножко подраним. Вот примерно вот так вот это и случается. Она за мной убила кучку скелетов. И вот этих тоже. Это прошло не очень хорошо, как бы, но... ...мы живы. Это самое главное. Что-то этих ребят сбить и будет вообще отлично. Супер. И здесь, на этой площади, находится единственный секрет на этом уровне. Который до сих пор греет мое сердце. Это вот такая телефонная будка. А у меня диалоги отключены. Но если помните, в уровне Цитадель... ...в Сириусом Сэгденкантер... ...был звонок по такой же телефонной будке, секретной. И там Сэм звонил сам себе в будущее. И с той линии ему там Сэм отвечал из будущего. Что я вот-вот доберусь до ментала. И вот это вот все. И это правда... Это очень крутое внимание к деталям. Я очень был рад, что они как бы помнили про это. И да. Это очень здорово. И до сих пор меня радует. И вообще, Сириусом 2 каноничен чисто по этому. Ничего не знаю. Ну, тем не менее... ...близится финальная арена. Для этого уровня. Собственно, вот она. Мы просто спрыгиваем и... Как видите, большое поле с двумя машинками. И вы можете представить, что здесь будет твориться. Постараемся справиться с одной машинкой. Благо здесь не так все сложно. Просто не получайте урона. И все. И все будет хорошо. Ой. Было неожиданно. Да-да-да. Да-да-да. Спустится создание. Я очень люблю эту сцену. Как него показывают его нашествие. Вы увидите сейчас через пару мгновений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Да, вот он. Я не знаю, почему это эпично так наступает, это клево выглядит. И... И тут он умирает. И все. О, отлично. Я, возможно, когда повторяюсь вот в этих послесловиях, но тем не менее, это очередной такой отличный уровень. Не похожий на другие, полные экшена. Я не знаю, он просто классный. Большинство уровней сервисом 2 отличное. Создавляющее большинство и прям держат в тонусе. И да, это, кроме того, предпоследний уровень, когда мы уже доберемся до финального босса и вот этого все. И вообще вот касательно этого уровня, опять же, здесь есть такое вот очень, очень такое вот, я не знаю, как это объяснить, если честно. Очень четкое такое ощущение, что противник просто все силы на тебя кидает, лишь бы остановить. Это очень такое приятное ощущение, что вот против тебя прям все-все-все швыряют, пробиваясь и сквозь это очень все весело, задорно с взрывами и так далее. И это ощущение, да, продолжится на следующем уровне, он будет там в лучших традициях Сириус Сэм. А как там, я не знаю, даже пирамиды или соборы или другие инсталляции последних уровней Сириус Сэма там в более поздних играх. Вот. Ну да. Тем не менее, ожидаем финал, а этот уровень, кстати, последний будет и самый длинный из всей игры, самый продолжительный, вот, поэтому, да. О! Будет весело. Ладненько, спасибо большое за просмотр и всего доброго. А, не знаю, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...